Друзья, приветствую! Ману Чехар из Краснодарского края прислал образцы масла Таиф Аллегра 530, это у нас SP и Эльсак GF6A. Три баночки свежие и две отработки с разными пробегами. Так, описания, к сожалению, не было, поэтому просто покажу баночки и описание приведу уже чуть позже. Описание владелец прислал на электронную почту. Первым делом, конечно, создам эталон данного масла, посмотрим, что покажет спектрограмма. Масло заявленное как ПАО база. Так, закладываю пару капель, сейчас прибор измерит, посмотрим спектрограмму, далее подкорректирую данные. Смотрите, такая спектрограмма, очень интересная, смотрите, прям просто какой-то забор. Видно пик эстеровый такой, четкий. По уровню, я бы сказал, это ближе к Мобилу-1, где-то в районе шести процентов, может чуть меньше шести, но такой, в принципе, уровень поли похожей эстеры. Далее выбираю данное масло, сейчас посмотрим, что намерил прибор. Так, противоизносных присадок 70 процентов, но это частое явление, когда много эстеров, значит, противоизноски поменьше, потому что они частично выполняют роль тоже защиты, создают более толстую пленку. Так, гликоль выставляю в нули, сажу в нули и посмотрите, кислотное и щелочное из-за такого количества эстеров, они, естественно, сдвигаются. Те, кто постоянно смотрит, знают это, поэтому так я расчетное выставил, значит, кислотное 2, хотя в анализах слабый 1,67, но мне кажется, это подзаниженное 1,67 для такого количества эстеров и щелочное 7,2. Эти эстеры прибили, значит, эти показатели. Так, первый образец отработки, все я сохранил, можно проверять отработку. Это Hyundai Santa Fe 2011 года, двигатель 2.4 G4KE, 170 сил, пробег автомобиля 280 тысяч километров примерно, пробег на масле 6000 километров, средней скорости нет, 85 процентов движения по трассе и автомобиль работает на ГБО, пропанбутан плюс бензин. Ну и смотрите, что получилось, 63 процента противоизноски, чуть-чуть гликоля, но это граничное значение, в общем-то, может быть и погрешность. Сажи 0,02 процента, чуть подросло кислотное, 2,54, в принципе, не сильно, хотя непонятно, сколько здесь моточасов и очень сильно просело щелочное, не могу понять почему. Так, до этого, кстати, в автомобиле был залит купер, возможно, не сливаемый остаток этого купера как-то повлиял, вот, потому что медь такая достаточно агрессивная тема в плане окисления. Так, и второй образец, второй образец, здесь долито 300 миллилитров масла и добавлена присадка для раскоксовки РУТЭК, 10 тысяч пробег, на баночке ошибочно указано 12 тысяч, то есть тоже непонятная ситуация. Так, и смотрите, что намерил прибор, противоизносных присадок 56 процентов, смотрите, гликоль продолжает расти, 4 десятые уже, это уже ну как бы серьезно, сажи 0,03, многовато, мне кажется, для газа, и также продолжает падать щелочное и 274, ну и по чуть-чуть подрастает кислот, но почему-то как-то вот сильно падает щелочное, непонятно, честно говоря, для меня загадка. Хотя здесь уже тест такой, я считаю, что он некорректный при добавлении вот этих раскоксовок, это уже какая-то фигня, непредсказуемый результат, в какую сторону, как она повлияла, эта присадка, на загадка, честно говоря, для меня. Ну, я считаю, что это некорректные данные, могут содержать большую долю погрешности. Сейчас покажу вам, что произошло с вязкостью, в принципе, это машина с ГБО, здесь с вязкостью, как правило, все в порядке, да, смотрите, видите, практически не изменилось, ну, я насмотрел там 2% от максимального, от 100%, ну, до красной зоны. Тут как бы, как только есть газ, так шерстабилити тест у нас зашибись. Полимерный загуститель не срабатывается. Да, такая вот картина. Да, не забывайте отметить видео, подписаться на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить уведомления, кому это интересно. Вот сейчас покажу вам два прогноза, но помните, да, что правый прогноз, это прогноз, блин, не знаю, погоды на Луне, можно так сказать. Но вот такие результаты очень, они, честно говоря, странные и неоднозначные. Моющих, нейтрализующих свойств 6500, маловато, учитывая время движения по трассе. Ну, хотя здесь среднюю скорость бы посмотреть, может быть, человек много греет, там, я не знаю, много холостого хода у него. Тут такой тоже сложный момент, то есть можно ездить по трассе, но, допустим, много очень иметь холостого хода и прогревов всяких. Вот, второй тест. Ну, здесь динамика видно, да, что также, кстати, окисление процесс идет достаточно медленно, то есть база все-таки работает, но вот почему-то со щелочным не знаю, не знаю, что здесь такое. Конечно, лучше еще перепроверять данное масло в других машинах, моторах. Вот здесь вот такая картина. Да, кстати, владелец написал, что масло ему нравится, мотор работает мягко и значительно сократился объем доливки, то есть если раньше он доливал за интервал литр, то на данном масле он написал 200 грамм, хотя здесь уже долил 300. Вот, но небольшие какие-то несостыковки такие присутствуют. Да, образец вот этот второй с пробегом 10 тысяч километров я проверить по вязкости не смог, банально не хватило объема масла. Ну и здесь видите, там в баночке вот видно, что там на донышке. Так, блин, очень по бюджетному отлили и отработки, и даже свежего. Ну, вот такой тест. Да, кстати, здесь по гликолю четыре десятые и воды 800, ну почти 900 ппм. Владелец написал, что куда-то уходит антифриз. Возможно, что это антифриз попадает в масло в некотором количестве, небольшое, но тем не менее, вот такие признаки попадания антифриза в масло есть, кстати, тоже может влиять. Или это все-таки вот гликоль от раскоксовки. Ну, опять же, видите, раскоксовка. Очень жаль. Ну, поэтому и разбег такой может быть. Может, в раскоксовке там тоже что-то присутствует такое щелочное, что приподняло. Вот так ресурс. Вот такая картина. Да, кстати, ну, на мой взгляд, хотя здесь много эстеров, в принципе, и в мобиле противоизноска как-то вот подрабатывается. Возможно, что при наличии большого количества эстеров, противоизносные компоненты там используют, ну, менее дорогие, чтобы сделать стоимость приемлемую и поэтому они быстрее срабатываются, потому что на на мобиле, ну, в принципе, чаще всего картина такая же. Вот, так что здесь противоизноску, может быть, и не стоит обращать на него пристальное внимание. Все-таки эстеры тут должны работать. Ну, вот такой получился тест. Благодарю, ну, Чехра, за предоставленные образцы, за поддержку канала. Все, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока!